Здравствуйте, в эфире ДПС на УТС. Меня зовут Анастасия Бойко. Смотрите в этом выпуске. Бесправ и с превышением скорости. Два человека погибли в Барабинском районе области. Перевернулся и врезался в опору моста. К трагедии на Красной проспекте в Новосибирске могло привести безрассудство водителя. Запрещенный выезд на встречку и летальный маневр. Медики не смогли спасти владельца отечественного авто в Каргате. Начнем с обзора смертельных аварий, которые произошли за длительные выходные. С начала года уже шесть погибших. Пятидверный отечественный хэтчбэк разорвало от столкновения с фурой. В салоне ВАЗа находились мужчина и женщина. Выжить в такой автокатастрофе невозможно. Уже установлено виновником аварии стал 44-летний водитель «Лады», который существенно превысил скорость. Причем, как оказалось, у него никогда не было прав. В ГИБДД рассказали. Водитель с пассажиркой направлялись со стороны Омска в Новосибирск. На 1167-м километре трассы Иртыш автомобилист разогнал хэтчбэк, но не учел неблагоприятные погодные условия. Когда машина проезжала мимо попутной грузовой скании, «Ладу» затянула под фуру и от удара разрезала пополам. Добавлю, инициатор столкновения раньше уже получал штраф за езду без прав, но в автошколу так и не поступил. ДТП на Красном проспекте в Новосибирске унесло жизни двоих мужчин – водителя и пассажира «Легаси». Очевидцы говорят, из салона доносился стойкий запах спиртного. Так что погибшие, возможно, были пьяными. Выжившую женщину из этой машины передали медикам. И то, что она была под шофе, уже подтвержденный врачами факт. Ровно в 7 утра 1 января серебристый «Субару» выехал со стороны Советской на Красный проспект. Люди заметили, как автомобиль петлял по дороге. В какой-то момент иномарка наехала колесом на бордюрный камень, перевернулась и врезалась в опору железнодорожного моста. Судя по повреждениям, скорость движения иномарки была приличной. Передняя часть машины полностью уничтожена. Владелец «Легаси» умер мгновенно, и его пассажира пытались реанимировать в карете скорой помощи. Но медики оказались бессильны. Третьей участнице аварии повезло. Женщина была на заднем сидении «Легаси», и эта часть корпуса осталась целой. У нетрезвый пострадавший закрытый перелом бедра. Госпитализация не потребовалась, назначили амбулаторное лечение. 46-летний водитель «Лады» погиб в аварии, которую сам же и спровоцировал. Автомобиль выехал навстречу в запрещенном месте. Мужчина не смог уйти от лобового столкновения с «Оптимой». Обе машины сильно раскрутило и отбросило в придорожный кювет. Основной удар пришелся именно на водительское кресло владельца «Лады». Подъехавшие медики констатировали мгновенную смерть человека. Второй участник ДТП госпитализирован со сложным переломом ноги. От более тяжких травм водителя «Киева» уберегли сработавшие подушки безопасности. Через несколько километров от этой аварии произошло еще одно смертельное ДТП. Погиб 27-летний водитель Лачетти. Его пассажирка в больнице с переломом грудины и другими серьезными травмами. Уже известно, мужчина на «Шевроле» не справился с управлением, когда направлялся в сторону Новосибирска. Автомобиль оказался на встречной полосе, где врезался вгруженный многоосный ман. Водитель грузовика пытался предотвратить столкновение и объехать Лачетти, но расстояние до легковушки было небольшим. К моменту приезда скорой водитель «Шевроле» уже не подавал признаков жизни. Другим темам. Нарушителям-рецидивистам грозит тюремное заключение. Поправки в Уголовный кодекс вступили в законную силу с 10 января этого года. И не исключено, что где-то в стране уже успели возбудить уголовное дело по обновленной 264 статье. Суть в том, что теперь водители, которые были лишены прав, причем неважно за пьяную езду, превышение скорости или выезд в запрещенном месте на встречку, получат по усмотрению суда либо штраф в размере от 200 до 300 тысяч, либо окажутся в колонии на срок до двух лет. Могут таких приговорить и к обязательным работам примерно на 480 часов. Кроме того, им скорее всего запретят занимать определенные должности. Еще суровее предусмотрены санкции для тех автомобилистов, чья судимость по 264 статье еще не погашена. Если они вновь попадутся инспекторам, то сумма штрафа будет варьироваться от 300 до 500 тысяч. А срок лишения свободы может растянуться и на три года. Тем временем столичные власти хотят ужесточить наказание за нарушение режима тишины по ночам и ввести крупные штрафы. Сейчас такие тоже есть, но их размер определяют на региональном уровне. Если введут на федеральном, то жители Новосибирска, особенно с Красного проспекта, Станиславского и Советской, будут реже жаловаться на бессонницу из-за громких автомобилей. Кстати, среди автохулиганов в основном молодежь, которая по ночам собирается на центральных улицах и устраивает соревнования, у кого звук выхлопной трубы громче. Сейчас любители прямоточных глушителей можно оштрафовать только за переоборудование транспорта. Они заплатят 500 рублей, если попадутся впервые, и 5000 за повторное нарушение. Если водитель в течение 10 дней не сменит глушители и снова будут остановлены инспекторами, одним лишь штрафом обойтись не получится. За невыполнение требований может грозить административный арест до 15 суток. Это уже определит суд. Если вступит в силу новый закон, то в качестве дополнительного наказания водитель заплатит еще один штраф от 2500 до 5000 рублей. Катание на ватрушках может быть опасно. Об этом новосибирцев в очередной раз предупредили в Следственном комитете. Различные виды тюбинга могут развивать большую скорость и становиться неуправляемыми. Поэтому места для катания стоит выбирать внимательнее. Склоны не должны быть крутыми, а спуски без резких поворотов, кустов, столбов и других препятствий. Категорически запрещается цеплять санки и ватрушки к автомобилям и снегоходам. Ведь во время такой поездки может произойти что угодно. Транспорт занесет или водитель потеряет контроль над управлением, а сами ледянки пряжутся в дерево или попадут под встречную машину. Такие случаи тоже были. Мы продолжаем выпуск. Из-за коммунальной аварии часть улицы, выбранная в Новосибирске, снова стала похожа на каток, а колеса некоторых машин вмерзли в асфальт. Владельцам транспорта, которым посчастливилось быть дома в момент прорыва магистрали, пришлось экстренно перепарковывать транспорт. Трубу с холодной водой прорвало на жилмассиве энергостроителей. Потоки хлынули на территорию детского сада и в подвал учреждения. Вода залила парковки, тротуары и несколько дворов. Из-за минусовой температуры все быстро превратилось в лед. Коммунальщикам на время пришлось отключать в домах холодное и горячее водоснабжение. Сейчас прорыв перекрыт, но на дорогах еще очень скользко. Рейсовые автобусы из Новосибирска в Казахстан пока не поедут. Перевозчик принял решение временно уйти с маршрута. Это связано со сложной ситуацией в соседней республике. Теперь нельзя купить билеты до Павлодара, Усть-Каменогорска и Караганды. Напомню, сейчас в Казахстане идут акции протеста. Поводом для массовых беспорядков стало серьезное повышение цен на сжиженный газ, которым заправляют машины. Стоимость увеличилась в два раза. Рейсы возобновят после стабилизации ситуации. Режим ЧП в стране ввели до 19 января. На этом у меня пока все. Ждем ваши истории и видеоматериалы на почту. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПС на УТС. Анастасия Бойко.